Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. С вами я Зоя Клемюк и снова Жириновский. Появилась информация о том, что иммунолог раскритиковала вакцинированного 8 раз Жириновского. Скажу сразу свое мнение, что больше, может быть, не высказывать, хотя сложно будет удержаться. Я предполагаю, я не могу утверждать, я предполагаю, что Жириновскому кололи просто плацебо. Может быть, какую-нибудь хлорид натрия, например, или еще какой-то витаминчик, который может не являться прививкой именно от этой заразы. Итак, врач-терапевт, терапевт, иммунолог Людмила Лапа рассказала, что важно соблюдать утвержденный график прививок. То есть здесь, конечно же, будет еще виноват и Жириновский, но ладно. Короче, одно из изданий сообщает, что за год лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский успел вакцинироваться 8 раз. Политик призвал граждан следовать его примеру. Ну, вообще, видите, опять моя ремарка, да, трудно удержаться. Жириновский из тех людей, которые любят помочь, поддержать, выйти вперед, особенно все, что касается власти. Вы же помните, как он предлагал вообще Путина возвести в ранг царя или короля, я уже и не помню. То есть все так смеялись, больше всех смеялся, конечно, Путин. Ну, здесь не знаю, он смеялся или радовался, здесь можно только предполагать. Так вот, политик призывал граждан следовать его примеру. Но, несмотря на большое количество прививок, парламентарий оказался в больнице. Сейчас врачи, сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое. По некоторым данным, легкие пожилого депутата поражены более чем на 75%. Я вам просто рекомендую посмотреть мой прогноз по Жириновскому. Я там сделала предположение, что его могли и травянуть. Причем я высказалась так, немножко завуалированно. И тут же мне, спасибо огромное, прислали ссылочку на материал Караулова, где он говорит, что да, его могли травянуть, там где-то что-то у него обнаружилось. Ну, ладно. Чрезмерное желание заиметь как можно больше антител сыграло с Жириновским злую шутку. По словам иммунолога, той же Людмилы Лапа, частая вакцинация опасна. Он, она говорит о Владимире Жириновском, Жириновском частит. Еще как частит, считает врач. Специалист напомнила, что существует календарь прививок, который периодически обновляется из-за новых данных о вирусе, и ему необходимо следовать. Иммунолог объяснила, что антитела появляются не сразу после болезни или вакцинации, а спустя некоторое время. Для этого может потребоваться около месяца. Этот срок увеличивается в зависимости от возраста. Не столько важно количество антител, сколько ответ иммунитета. То есть, насколько наш организм примет все то, что мы в него вкололи. И в данной ситуации мы видим, что произошло. Ранее о состоянии Владимира Жириновского высказывался аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Такая фамилия интересная. Болибок. Он отметил, что сложившаяся ситуация опасна и непредсказуема. Я хорошо знаю, именно знаю, потому что каждый год до вот этой беды я всегда стремилась как бы к зиме сделать прививку. Но у меня вечно то насморк, то какой-то аллергический кашель, где-то, наверное, что-то цветет. Ну, такое было. И я приходила, и я говорила, что вот у меня вот это, вот это мне говорили. Нет, нельзя. Вы должны быть на 100% здоровы. Иначе прививка не будет работать. И хорошо помню, мы однажды с подругой, она меня уговорила, мы пошли, сделали платно прививку. Она не болела. Я болела, потому что у меня был хронический бронхит. Коль уже я зацепила себя, то я скажу, как я от этого избавилась. Потом вдруг ни с того ни с сего я поняла, что у меня что-то с носом не то. Насморк какой-то. Вот дышать иногда тяжело. Я сходила к лор-врачу и говорю, вы знаете, может, у меня перегородка в нос, может, у меня еще что-то. Она посмотрела и говорит, странно, почему мы не заметили. И она сказала, пойдете делать операцию? Я говорю, да, пойду. И я ходила, делала операцию. Это было года 3-4 назад. Мне сделали, ну, там увеличили ее каким-то образом. Я уже это не знаю точно. Конечно же, состояние жуткое, это надо пережить. Но я не жалею. Потому что с того момента, как я сделала операцию по исправлению носовой перегородки, у меня исчез бронхит. Я не задыхаюсь. У меня нет вот таких жутких каких-то ситуаций, когда вдруг чувствуешь, что тяжело дышать. Поэтому, дорогие мои, проверяйте. Проверяйте себя. Я не знаю, проходите какие-то обследования. Когда, например, я делаю прогноз, или же вот иногда у меня сейчас обращаются люди, а посмотрите, когда мне там лучше пройти обследование или пойти на операцию и так далее. Конечно же, лучше, может быть, где-то посоветоваться, узнать. Но обязательно надо исправлять. Пока еще есть возможность, может быть, сделать это не так дорого и не так, ну, как бы, ну, не так страшно пока еще наша медицина. Хотя на данном этапе со мной можно, ох, как поспорить. Что касается Владимира Вольфовича, ну, здесь, конечно же, кармические узлы вот эти, они дадут о себе знать. Я уже говорила и периоды называла в прошлом своем материале. Можете посмотреть. Единственное, что я хочу попросить, мои хорошие, не становитесь рядом возле Владимира Жириновского. Почему я так говорю, не становитесь рядом? Можно человека любить, можно не любить, можно ненавидеть, можно желать его линчевать. Но, вы знаете, лучше от этого избавляться. Не мешайте Вселенной. Не мешайте Господу Богу. Не мешайте его там ангелам-хранителям и другим высшим силам решать его судьбу. Не берите грех на свою душу и на свой рот. Потому что, читая вот комментарии, которые под видео я дала, под видео, которое я разместила, дорогие мои, ну, честное слово, я, может быть, я так остро это все воспринимаю. Научитесь жить так, чтобы вы понимали, что прежде всего, может быть, пусть вам будет все равно уж, если на то пойдет, но вот эта вот открытая ненависть и все остальное, не зря ведь в старину говорили, что перетягиваешь на себя болезнь. Ну, так хотя бы этого побойтесь, коль Бога не боитесь, черта не боитесь. Я не знаю еще, как здесь можно уповать. Берегите себя, правда. Плюйте вы на то, что где-то какой-то очередной толстосум попал в какую-то беду. Поверьте, он пожил прекрасно, он жил в свое удовольствие. И знаете как, постарайтесь не высказываться, постарайтесь не... Обычно, когда случается какая-то ситуация в жизни, то мы всегда бежим и стараемся где-то что-то, люди мстят, по судам ходят и так далее. Не надо, отойдите в сторону, и вы посмотрите, как красиво это сделает судьба. У вас же тоже и у нас есть защитники, есть некие исполнители, кармические исполнители. А на данном этапе именно врачи, дорогие мои врачи, медсестры, санитарки, особенно медсестры и санитарки, вот этот обслуживающий персонал, их даже не хочется так называть, вот они, от них зависит, выйдет человек с больницы или не выйдет. Это санитарка и медсестра. Врач делает все, что от него зависит. А дальше, кому мы попадаем в руки? Это ангел или это, извините, черт с рогами. И в данном конкретном случае, в случае с любым человеком, который попадает в больницу, он является ангелом или же кармическим исполнителем. Вот такие вот дела мои хорошие. Ну, поживем увидим. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok